Итак, кто хочет рассказать о вчерашней лекции? Сейчас многие ученые верят, по крайней мере признают существование таких вещей, как реинкарнация, перерождение, трансмиграция, и многие об этом говорят. Вот про реинкарнацию, например, многие уже есть доказательства, особенно когда дети до пяти лет, они вспоминают что-то из своих прошлых жизней, и многие ученые собирают эти свидетельства и ездят их проверять. Существуют книги, например, есть книга «О чем говорят дети», где люди просто слушают, что говорят, какие-то факты, которые рассказывают дети, едут потом на это место и проверяют, что да, действительно, жил такой-то человек, у него был такой-то дом, такая-то семья и так далее. Также дети могут начать вдруг разговаривать на неизвестном родителям языке, петь чужим голосом и так далее. И такие случаи уже широко сдокументированы. Потом есть еще процесс, который называется, можно назвать астральным путешествием. Это тоже очень популярная сейчас тема. И в подтверждение этого вчера на Хрикадхе рассказывалась история про Шриваса Ачари. Когда... Шриваса Ачари. Когда однажды он предупредил своих учеников, что если вдруг он будет сидеть в медитации, и им покажется, что он оставил тело, чтобы они ни в коем случае ничто не делали с этим телом, оставили его как есть и заботились о нем. И тут же позвали Кавираджа, Мачаджа Кавираджа. И через несколько дней буквально так и произошло. И два-три дня Шриваса Ачари отсутствовал в теле. Жена очень забеспокоилась и позвала ученика. Тот пришел, тоже сел в медитацию и, войдя в свое тело манжари, отправился на поиски гуру. Он нашел его на Радакунде, где все служанки Шримати Радики искали потерявшееся колечко из ее носа. И они все очень переживали, потому что все понимали, что если Шримати Радика без этого колечка придет домой, то будет большой скандал. И он помог найти это колечко, найдя его в лепестках роз. И как только он его нашел, он передал его своему учителю. Тот вручил Шримати Радике. Шримати Радика была очень счастлива. Она дала им Бетеля. И потом они очень счастливые вернулись в свои тела, в материальном мире. Я скажу немного о путешествии души в мне тело. Это тема диска, потому что в детском возрасте я практиковала. Есть специальная практика, которая реально действует, работает. Многие ученые изучают путешествия в дни тела. И много доказательств уже есть, которые реально были. И в одной больнице в Дели умер человек. И его тело умерло, не было пульса. И врач, он потрогал пульс, потому что человек умер. И позвал предсестру нас не заигрывать и пошучивать надзое тело с человеком, который ушел. А тем временем душа вышла из тела, она это все видела. И потом, когда он длинулся в тело, он предъявил врачу, почему ты не начинал, когда он умер. То есть можно увидеть, что человек все помнил и вывел, то есть независимо от тела. Он был вне тела. Даже я слышала, по-моему, это ощущает махаражи. Например, в большинстве истории тоже человек умер. И умер, и когда, ну как бы умер, так теническая смерть была, его душа поднялась до какого-то этажа в больницу, увидела на шкафе там какие-то вещи, потом спустился в тело, опять вошел. И после он рассказал, что там был на этом шкафе, что нанесал какие-то гернецы. Полностью, четко, точно. Очень много существует таких примеров, когда почина, когда левиальное тело выходит, то есть душа выходит из тела. Также вот в шестом стихе Шримадвага, там, ямадуты, осудимый маражда, они объясняют, что мы можем видеть, что по телу человека в этой жизни можно судить о других его жизнях. То есть, как физиогномико, строение тела, где он родился, как он родился и так далее, различные вот эти вот вещи, они говорят о том, в чем мы занимаемся в прошлой жизни. Вообще, я сейчас слышу, что говорится, если 10, мы можем сказать по нашему лицу, с чем мы занимаемся 10 лет назад, если уж это тело, мы можем охарактеризовать наши поступки 10 лет назад. Также и нашей жизни прошлой, мы можем тоже сказать что это мы села. Есть такая история, когда одна девушка очень красивая, то ли модель, то ли состоятельно красивая девушка, у нее были безумно красивые руки. И она... И она как-то узнала про свои прошлые жизни, то есть, не сгружение в прошлой жизни, не какая-то техника. Ей сказали, что в прошлой жизни она была уже передача все такая. Ну, она думала, что вот моя жизнь, она ничего не стоит, она просто мыла храм, и все, руками своим мыла храм. И в этой жизни были очень красивые руки от этого. и в этой жизни, и в этой жизни, в этой жизни, в этой жизни, Хансов. Сама ловит. Хорошан куру, он расскажет. Я, может, на ранее, нет? Расскажет, Рошан, я подемонстрил, как сделала хорошее. Нет, на самом деле, 12 лет. Ну, такого-то страшного, просто не хотела сказать. Я так сильно испугалась, что я потом где-то 2 месяца родила. Я не знаю... Сидать. 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 Сидать медицин. Сидать медицин, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Конечно, конечно. Она сказала, 12 лет, когда она была 12 лет, когда она была врачом, она была врачом, когда она была врачом. Она была врачом, что она не любила говорить об этом. Нет, со мной работали психологи потом. Такая вот книжка специальная, серьезная по выходу из тела. Ага. Ну, я не знаю, выход ли это из тела, но тем не менее я видела себя. Не, 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 не занимаюсь. У меня даже срайка, не занимается, имела подобный опыт. Он тоже не любит про это рассказывать. Раз. Покажаешь? Покажем, спасибо. И так спит со мной. Паршан Карачай. Паршан Карачай – это сам Госпоршива. И он великий йог-мистик и величайший заочнал. Однажды был случай, что он как-то состязался с женщиной, какома шастра. Муж был проиграл, и поэтому женщина, из-за мужа вызвала его на бой в том, что сам Яси не понимал. И он не понимал это и решил сделать так. То есть он оставит свое тело где-то, и войдет в тело умершего царя, все эти шастры изучит, обратно вернет, что везет эту женщину. И при этом он наказал своим ученикам, чтобы они обязательно охраняли тело. И написал шлоку, в которой говорилось, что это тело… Сейчас дословно захожу. В общем, что это тело уродливое, материальное такое. Чтобы в этом деревне ничего красивого, а внутри только кожа, кости, сухожилия, моча, там, и все это покрыто кожей. Ну а там ничего красивого. Когда он ставил тело, он пришел в тело царя, изучал эти шастры, и при этом он… Ну, ему понравилось там тело царя, то есть, ему нравилось богатство, все это наслаждение, но он это предусмотрел заранее, чтобы… предупредил ученика, чтобы он пришел, если его долго не вижу, и прочитал ему эту стиху. Ученик так и сделал, все вспомнил, что он в начале вернулся обратно в тело, и победил вот эту женщину. А, еще такой момент, что царица, когда она поняла, что личность, которая вошла в тело мужа, это ее муж, она поняла, что это очень возвышенная личность. Захотелось ей, чтобы она стала… ну, эта личность стала с ней. И она приказала, чтобы его тело уничтожили тот предыдущий. Но он не смогли найти это тело, потому что… Там рассказывает какую-то историю Людера. Главное не передать в подробности, а главное — передать урок этой истории. Вот какой смысл? Вот когда ты рассказываешь человеку, какой смысл заключения? Заключения? Много тут заключений? О том, что мы не это грубое тело. В общем-то да. Можно пример тоже привести? Из своего опыта. Сколько, пожалуйста? Три. Две-три. Две-три. Махач, он хочет поговорить о его экспириенции по три минуты. По поводу реинкарнации души. То есть как-то молодые, в годы более молодых, когда я был, изучал хиромантию. Да. То есть изучал много, смотрел, рисовался многими руками людей. И все руки как бы… Допустим, зять, ребенок родился, у него на руке уже есть определенный свой узор жизни. И у каждого ребенка также есть определенный характер. То есть он еще не наработан, но он уже есть. Это тоже говорит о чем-то, что этот характер приобретен не одной жизнью. Характер приобретается многими-многими жизнью. И также по руке видно очень много, то есть когда человек, допустим, будет женится или будет замуж, столько детей. То есть на руке уже много чего написано, хотя человек еще только начал жить. То есть это тоже говорит о том, что душа вечная. Фактически, да. Еще кто-нибудь может сказать несколько слов? Я бы хотела сказать о душе. Я бы хотела сказать о душе. Значит, любое живое существо в этом мире, животное, или птица, или дерево, все обладают двумя душами. Первое – это сверхдуша, параматма, или индивидуальная душа. Качественно они одинаковые, но количество они разное. И вот нам вчера говорили, значит, что душа, вот там во главе Багвадгита полностью там посвящено качестве, качеством души посвящено. Там сказано, что душа, и вы вчера нам говорили, что душа, она отличается от тела, как от грубого, грубое тело, оно состоит из пяти элементов, земля, вода, воздух, огонь, эфир, и тонкое тело, ум, интеллект, и ложное эго. Так вот, душа отличается от грубого и тонкого тела, тем, что она обладает сознанием. Когда человек покидает это тело, покидает это тело, то душа переносится в другое тело, в зависимости от кармы, от накопления человека. Вначале мы бываем детьми, мальчиком или девочкой, потом мы старимся, становимся стариками, и потом со смертью к нам приходит новое тело. То есть мы меняем это тело на другое, смена происходит. Сказано, что это тело, его нельзя иссушить ветром, его нельзя измочить водой, его нельзя никаким материальным оружием иссечь. Душа вечная, неизменно. Поэтому, когда изменяется это тело, душу это совершенно не касается. Вот почему, когда люди стареют, даже в возрасте 60-80 человеку, или 20 лет, все равно душа чувствует себя всегда молодой. Мне сейчас 60 лет, но я все время думаю, что мне 20 лет. Мы в такое же состояние. Естественно. Вот. И поэтому 2-я Орлова Багладгипи, она конкретно все время об этом говорит. Можно даже зачитать чуть-чуть. Значит, что душа неразрушима, что она вечная, что она нерожденная, неизменная. Душа входит в новые тела, оставляет старые и бесполезные. Ему нельзя расчлинить никаким оружием, сжечь огнем, намочить водой. Так вот, я хотела здесь, значит, еще параллельно, значит, такой вопрос. Вот я тоже, маговаркет, еще и заведу. Значит, такой вопрос. Вот мы все живем, и, значит, Ямараджа, здесь приводится вот в одну историю привели. Ямараджа, значит, он превратился в цаплю и задал вопрос Юдхишскери Махараджи. Юдхишскери Махараджа, это был императором всей планеты Земля. Так же, как Харата. Так вот, он сказал, что он, когда Ямараджа ему задал вопрос, как ты думаешь, мол, что самое такое удивительное для людей, он говорит, самое удивительное для людей, то, что все вокруг умирают, но каждый человек в отдельности для себя думает, что он будет жить вечно. Вот это вот самое удивительное, об этом записано, по-моему, в 5000 Махбагалата. Это история записана. Да. Вот. Вечер не может сказать, что живет. Кто-то еще... Вы хотите сказать что-то? Как Вас зовут мужчина? Валерий Александрович. Валерий Александрович. Давайте хотите что-нибудь сказать по поводу вчерашней лекции, свое мнение? Я маленечко подожду. Выслушаю, я почти подошёл к выслушку, чтобы выслушать. А кто ещё там? Что-нибудь ещё? Я пришла только под конец лекции, поэтому успела послушать. Хотела бы сказать о Вечности Души, что мы постоянно стараемся насладить свои чувства, мы едим, бывает часто, что мы переедаем, перенасыщаемся, нам кажется, что чего-то мало, и мы, бывает, выходим за какие-то рамки, на самом деле это происходит с того, что мы, вроде бы, накормили своё тело, оно наелось, но мы не чувствуем удовлетворения, потому что Душа ещё не удовлетворилась, она голодная, потому что единственной пищей в Душе является служение Господу. И ещё слышала, что самым главным нашим органом является сердце, и мы даже когда говорим, я так печален, мы всегда хватаемся за сердцем, говорим, ой, я так очень рад, потому что каждый интуитивно чувствует, что Душа, она… Душа, она… Да, и что она есть вообще. Вот. Но, и при этом Душа даёт жизнь сердцу, как бы без Души мы, как бы, и никто ещё не способен запахнуть Душу обратно в мёртвое тело, чтобы оно работало. Вот. И ещё успела послушать, что мы, допустим, наше тело стареет, мы чахнем, болеем, но при этом, ну, растём даже, а Душа, она не растёт, она не имеет, она не может не расти, у неё нет возраста, вот. И при том, что Душа очень крокотна и мала, у неё есть очень огромная сила, и она может управлять… Солнечина. Да, и она может управлять даже таким огромным телом, как кита, допустим, несмотря на то, что она такая маленькая, это говорит о том, что Душа имеет очень большую силу. Так вот. Спасибо. Но, ну, 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 ну не расти, что не расти. На самом деле… Ну, 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 не расти, что мы не relax. Ну, ну, ты знаешь, чтобы никто из вас не пропускал. Все записывали в этот падочек. Да, 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 да. Если вы не думаете, что я уже раньше знаю, что-то это всё, что я уже раньше не знал. Может быть, вы знали всё раньше, но если вы где-то что-то давали, Если вы не будете слушать какие-то классы, не обязательно какой-то сериал-сериал-гейм класс, все будет хорошо. Да, я... В следующий раз я увидел, что один человек был 5 миллионов человек. Вы знаете, что происходит? Когда вы пытаетесь говорить о Харикатах, то ваш мозг всегда пригодится к Кришна. Вы понимаете, что Кришна не способна думать о Кришне. Только когда вы будете другим рассказывать про Кришну, в эти счастливые моменты вы будете его вспоминать. Маха-праву, это мое слово. Это мое слово, это мое слово. Это мое слово. Маха-праву, это мое слово. Маха-праву говорит, «Кого бы ты ни встретил в своей жизни, передавай, рассказывай ему о Кришне. Учи его тому, что хочет Кришне. Давай ему наставление о Кришне, ничего другого. И это мой личный приказ. Моя личная просьба». Маха-праву говорит, «Поэтому нам всем нужно следовать наставления о Маха-праву». Маха-праву говорит, «Видера, снова народа Два. Мы следим. У многих людей людей, которые приходят демонтирующихся». Кришне, Маха-праву говорит, «Клишне, когда вы сами будете регулировать, правда, что практически все twice девушные, кто может быть оживлены в людей, Если люди открыли в тысячи миллионов и миллион хол玩, и искать холось, и искать холестик, и вскрытие, и школы… Когда покупают нужную структуру, а там можно получить только один человек в силу, и вы получаете больше и больше, чем миллион и миллион. Добро пожаловать. Прабху Паты. Открывают больницы, чтобы помогать. Есть люди, которые снабжают пищей, одеждой общества, бедных, голодных детей, предстоярных людей. Но если вы приведете одного человека к духовной жизни, то это никакое сравнение не будет с тем, чтобы открывать тысячи таких болезней и всю свою жизнь кормить и одевать людей. Если только одного человека приведете, это будет в тысячу, в миллионы раз больше результатов. И Кришна будет больше доволен. Таким образом, Ниттанам Добру... Сколько говорят, они сейчас новых людей подготовили, чтобы эту программу было? Да, я говорю, что Ниттанам Добру, Харда, Химсар, Баладе, Брани, Брахма. Он же ходил и претендовав двой, двой, двой. И Мадха, Брахма, Брахма, брахнул, выслушал свою голову. Выслушали, выслушали, выслушали. Здесь своих проповедь И им далеко не легко было По голову балараму Разбили горошок во время проповеди Трудно будет В любом случае Но это для самых великих личностей Проповедь Клепитесь Готовьтесь Махаб Покела Сейчас Махаб bure Махаб уровал Махаб случаев Махабур Присластичь Ух 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 работы Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rāmathū Hare Hare, We ... Когда он стал повторять все эти имена и совершать проповедь, все тогда стали его обсуждать, ругать, а одни студенты собирались побить Пашан Дени. Если Крис, как только Вы начнете совершать реальную проповедь, Папвета Бхакти, обязательно это будет. Нарадири, когда он изменился к Дакхе Праджапати-сану, он был доводен, Дакхе Праджапати дали курс. Он не может оставаться в одном месте. Милки не могут оставаться. Он не может оставаться в Нарадири, и он был доводен Дакхе Праджапати-сану. Когда Дакхе Праджапати попросил Нарадамуни обучить его сыновей, 100 сыновей, то Нарадамуни из них сделал сан-ясин. Браван собирался здесь делать хороших семейных людей. И так как он испортил этих людей, также Праджапати проклял Нарадамуни, что он больше на одном месте не задержится, больше чем на 5 минут. Только на то, чтобы подоить коробу, чтобы Нараду достался стакан молока, больше он не сможет физически оставаться на одном месте. Так что, когда Рамануja Ачаря, который хотел проработать, этот кремя-канта-кейн бросил эти очки, both очки, both очки бросились. Когда Рамачандраправа, ой и пусты. Рамануja Ачаря. Когда Рамануja Ачаря начал свою проповедь, величайшая Ачаря, с духовного мира, начал свою проповедь, тот царь, которому не нравился проповедь. Он хотел пригласить себе Рамануja Ачаря и выколоть ему глаза. Прилютно. Чтобы знали. И чтобы спасить своего учителя, как его ученик Куреш пришел, он был похож на него, пришел в его одежде. Он пожертвовал своими глазами, чтобы спасти учителя. Он был запах с меня на��е, и наоборот. Да. У вас были сбыл для Бхампан. Когда your братья и Бхампан были поколены, они были убыли 훔хоти и Бхампану. Продолжение Раману будет спасать жизнь от Бхампан. Значит, Он был на 8 лет. «Темнадцать лет, вы пришли в действительную жизнь. И вы не исполнили». Вы не забывали, вы пришли в теле. Вы не могли бить todas, но вы не могли бы Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Sometimes when we are engaged in devotional service, we take Harinam, we take Diksha and then we start chanting. Then as we are chanting, sometimes obstacles come in our life. Sometimes we lose a job, sometimes our wife leaves us, divorces us, sometimes our son has a fracture in the hand. Then we think, sometimes we have a bank loan, sometimes bank will come and take our house. Oh, why these things are happening to me? I am a devotee of Krishna. Why Krishna is not protecting me? Oh, sometimes flood comes, your house is gone, sometimes fire gets your house. All problems come. So then we lose the faith in Bhagavan. We think, oh, there is no Bhagavan. Is he not watching these things? I am his devotee, I am chanting, why bad things are happening to me? What is the reason for this? Когда мы получаем Harinam посвящение, получаем мантру Harinam-mantra, Diksha-mantra, стараемся служить Bhaishnamam, служить Харикатху, выполнять другие Дэвиды-бапти, считаем себя преданными, преданными Кришне. Иногда все-таки в нашей жизни происходят большие беды. От нас может уйти жена, у нас может быть ужасный сын, который причиняет нам множество страданий. У нас могут арестовать счета, у нас может забрать дом, у нас может сгореть, что угодно. Тогда многие из людей могут потерять веру в подобной ситуации. Что это за Бог? Я Ему служу, а Он даже и не в курсе, какой я жизни тут живу. Он меня не оберегает и не спасает меня. Поэтому, скорее всего, либо Его там нету, либо то, что я делаю, не имеет никакого смысла, не имеет никакого значения. Он мне не помогает. Я, например, в своей жизни вижу, что, возможно, есть что-то более сильное, чем Кришна. Может быть, Кришна может мне помочь, но Он не может справиться ни с цунами, ни со стихийными бедствиями. Планета может восстанять. Кришна тут ничего не может сделать. А может быть, есть еще более сильная личность, с которой Кришна не может пойти восстанять. Кришна не может быть. фактор, кала, и мы должны понимать карму. Карма означает реакции, реакции, и реакции к ним. Если мы понимаем эти пять правил, то у нас нету вероятность в Бхагаване, в том случае, если человек прекрасно понимает истину о фитериале, это о том, кто такой Бог, о том, кто такой душа или джива, о том, что такое материя или природа вокруг нас, о том, что такое временной фактор, время или кала, и о том, что такое карма. Продолжение следует... So, now we already have discussed Ishvara and Jeeva. That we discussed Ishvara, Krishna is the Supreme Lord, Jeeva is a very minute particle, like tip of the hair divided in ten thousand parts. So now let's come to understand what is prakriti. Prakriti is actually, is of two types. Prakriti means energy, the internal potency and external potency. So the internal potency, which manifests the spiritual world, which actually is three-fourths of the entire creation. While the material energy that manifests the material universes is one-fourth of the energy. So therefore the spiritual energy is called Tripad Vibhuti, while the material energy is called Ekapad Vibhuti. But even in this Ekapad Vibhuti, how many universes are there? Oh, just like you take a huge sack of mustard seeds. He has seen mustard seeds, very small black seeds. Then the whole sack is full of mustard seeds. How many mustard seeds are there? No one can count. So even that there are countless Brahmandas in Ekapad Vibhuti. And there are countless Vaikunta planets also. But Vaikunta planets are Tripad Vibhuti, and the material world is Ekapad Vibhuti, three-fourths and one-fourths. That is how the division is. What is your material? Their interpretation is Wonderab Vibhuti. Szilkarthi or wilderness, the source of homem that Le Sorob구 is a part of ourします. Fah прекрасal ת— или сварупа-шакти, образует все духовное творение, всю духовную реальность. Это составляет три четвертых всего мироздания и называется три пат. Материальные творения занимают всего одну четвертую всего мироздания, называется эко-пат на санскрите. Но даже в этом эко-пат, в этой, в одной четвертой, находятся столько миров, столько материальных миров, сколько горчичных зерен в мешке. Никто не сможет подсчитать. Действие, old age, and death. Адхидаевик клеша, мисерии caused by the demi-guards. Адхиатмик клеша, мисерии caused by one's body, mind, and soul. Адхи-бхавтик клеша, мисерии caused by other living entities, like mosquitoes. So, there are these seven клеша, or the seven miseries are there in the material world. So, now this material world is compared to the prison. Now the question comes, why God made a prison? Why prison is necessary? Why God at all had to create this material world? Why could there be no, just why couldn't the planets? Why separate prison was made? This is a very important question. Итак, духовные миры называются одним словом вай-кунта. Вай обозначает нет, а кунта обозначает страдание. Там нет страданий. Каких страданий? Там нет семь видов страданий, присутствующих в материальном мире, а именно рождение, болезни, старость, смерть, страданий от собственного ума, от ятмика, страдания от ума и тела, страдания других живых существ, например, Камаропа называется Адхибаудит, и страдания от стихийных бедствий или того, что насылают боги, Адхитайвик. Это присуще материальному миру, и это в духовном мире. И материальные миры можно сравнить с темницей, с тюрьмой, куда попадают заключенные, которым дают эти страдания. Зачем создана эта темница? Сейчас будет объяснение. Зачем необходимость с Продолжение следует... 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 В этом городе, в большой лето-городе или крупном мегаполисе, как Москва, обязательно есть тюрьма. Зачем правительство строит тюрьмы и кого туда помещают? Правительство знает, что всегда найдутся те люди, которые будут переступать законы. Те люди, которые будут воровать, убивать, насиловать, совершать другие махинации, вредить другим людям. Вот для того, чтобы такие люди не мешали основной массе населения, для этого строят тюрьмы. И в зависимости от того, насколько человек опасен, его помещают в те или иные условия. Как говорит Магарадж, был один человек в Индии, который взял и перестрелял более 100 людей из Пакистана. Но в итоге ему дали камеру в виде яйца, подвешенного под потолком. И он все это дело не видит на очень долгое количество времени. Все люди помещены в свою камеру, в зависимости от того, что они насовершали. Кто-то более опасен, кто-то менее опасен, кому-то нужно больше наказания, кому-то меньше. В некоторых странах там не тратятся на преступников. Там просто либо электрический стол, либо через повешение, либо другие виды наказания. Итак, в этом мире, если у всех в тюрьмах будут разные условия. Если президент попадет в тюрьму, или министр попадет в тюрьму, когда это возможно, то очень сложно. Но тем не менее, если он попадет в тюрьму, он хорошо, в Борг закон попал в тюрьму. Даже если это произошло по тем или иным законам, у него будет камера отличаться от всех остальных. У него была чистая постель, мягкая, с пиринами, с бельем постельным, вся посуда, мобильник в кармане и телевизор в гостине. У людей попроще соответственно. Мы все здесь, в этом материальном мире находимся, каждый в своей камере. Потому что мы опасные преступники. Какой наш изначальный грех, почему мы здесь находимся? Изначальный грех души, она хочет позабыть о Боге. Вот как только у нее появляется подобное желание, как только начинает действовать соответственно с этим желанием, ее помещают в такую тюрьму на воспитательный срок. Где майя, начальник этой тюрьмы, дает самые различные виды наказания. Натальник этой тюрьмы, че прерния, все прерниги. Но время, приемы justification, который прорезаврение, не стоит часть помещения, который позволяет корректироваться. So this prison, this material world is nothing but a prison and the warden of this prison is Durgaji. So the word Durga means very difficult. Durga also means prison. Durga also means fort. It means a place which is difficult to conquer or difficult to escape. Because this material world is such a prison that it has eight layers which are ten times bigger than each other. So this is a big prison and very difficult to escape this prison. So in this prison, Durgaji, she is actually devotee. She is not a demon. She is a devotee. So srishti stiti pralaya sadhana shakti reka. Chaye vasya bhonani vibharti Durga. Icchhan rupam api yasa se chekhta desa. Govinda madi purusham ta maham bajami. That Durga, she is creating, maintaining and destroying. But by the order of Govinda, she is not an independent creator, maintainer or annihilator. She is functioning by the order of Govinda. So therefore, Krishna says in Bhagavad Gita, that this Durga is my spiritual potency. Daiviyesha gunamai mamamaya duratya, mamevaye prabadyante, maya metam tarantite. Those who want to surpass this Durgaji, those who want to get rid of this prison existence and want to go back home back to Godhead, they must surrender to Krishna. And the moment the living entity surrenders to Krishna, then Durga will release him from the clutches. Durga has ten hands and she has so many nine weapons, nine hands and one last hand she has a laddu. You see this material enjoyment. She shows the material enjoyment, take this laddu and when we go to grab this laddu, she beats by the nine hands. So if you surrender to Krishna, then no more birth and then we can escape this prison. So this material, you might have seen a prison which is one storey, two storey, but this is a 14 storey big prison. This is like from Satya Loka, A Brahma Bhuna Loka, Punara Varti Narjana, Maa Muppetit Kaunteya, Punarjan Mane Vidyate. So and in that, so many species are there, nine lakh aquatics, there are 11,000 insects, Jalajana Vlakshani, Stavarani Lakshima Mshati, Krumaya Rudra Sankhyako, birds, trees and what not. So we are wandering in this species. We are wandering in this 14 storey prison from here to there, there to here, but when we meet a pure devotee or guru there, then he will liberate us by giving mantra. Until then, no escape from this place. So until then, no escape from this place. So until then, no escape from this place. And he will be just a self. And it's for each other, that was the direction of the soul, which is a cause of life, it is a sexual life. So he will do it by giving it to many times of suicide. Те, кто теряет смысл жизни, те, кто чувствует, что их уже никто не любит, те качают жизнь своему близкому. А теперь про начальника тюрьмы идет характеристика. Начальник тюрьмы – это дурга. Дурга обозначает та, которую трудно, чрезвычайно трудно убедить, предзатей. Дурга – это не демон, не демонница. Дурга – это чистая, преданная Кришне, которая выполняет эту черную работу. Ее можно назвать и как начальником тюрьмы, и как матерью. Часто в шантрах ее называют. У дурги 10 лук. В каждой из руки у нее находится оружие, самое разнообразное оружие. В одной из рук она находится лад, то чувство наслаждения, которое она дарует. Живе, чтобы так все-таки жила в этом теле. Дурга наказывает самыми разнообразными способами для того, чтобы жива прошла воспитание и поняла свое, кто она и свое положение. Дурга – это спокойствие. Actually, the living entity is bound in this prism. Actually, you know that the fastest thing in this world is the light. The speed of light, you know that 3 into 10 to the power 8 millimeter per second. Very speedy light. But even faster than light is the mind. And even faster than the mind is the soul. As we discussed yesterday, the soul is even more subtle than the mind. But the soul is unfortunately bound by very tight ropes. And how many ropes are there? There are 3 ropes. The golden rope, the silver rope and the iron rope. The golden rope is sattvagon, silver rope is the rajagoon and the iron rope is the tamagoon. And these 3 modes of material nature have bound the soul very tightly to the body. And body is nothing but a prison. We look in the mirror and we see, oh I am so beautiful, I am so handsome, look how beautiful I am. But it is just a prison. No one can be happy in this prison. Who can be happy in a prison? However, you may be having a cable connection, television and so much nice foodstuffs and park and everything. But prison is still a prison. So therefore, no one can be happy here. And there are different attachments. If you are in a mode of goodness, then you are like a philosopher, you will discuss this way, that way, things, different philosophies. And then if you are in rajagoon, you will be very passionate, you will be trying to make more money and eat very hot foodstuffs, spicy foodstuffs. And if you are in tamagoon, then you will only be sleeping and eating all degraded foodstuffs like meat, fish, eggs and other things and drink, liquor and engage in illicit sex. So there are different, different attachments due to the different modes of material nature. However, however good the mode of goodness may be, still it is binding. Someone is shackled, whether by the iron shackles, silver shackles or gold shackles, no matter what shackles are there, he is still bound. So, but anyways, we devotees should try to come to the stage of sattvagoon because from sattvagoon, bhakti is very closer. So, we are in this prison, and we are in the prison of three chains. We are tied with three chains. This is a silver chain, a silver chain and a silver chain. I'm tied with three stitches. In the prison of sattvagoon, I'm tied with three chains. On the prison of sattvagoon, I am tied with three chains. And I am tied with three chains. They are in the prison of a human life, when one is connected to such a world. When an animal is connected to such a world in this world. Образ жизни благочестия подразумевает жизнь философа, чистую жизнь, чистую пищу, чистый помысл. Человек в гуне страсти обычно имеет цель очень много чувственных наслаждений, соответственно это вынуждает ему тяжело работать, зарабатывать деньги на эти чувственные наслаждения. Человек в гуне невежества в основном либо спит, либо занимается незаконным сексом и с другими интоксикациями. Эти три веревки связывают душу в материальном мире и даже золотая веревка, гуна благости, это тоже ничем не больше, как очень сильный канат, из которого не вырваться. Какая бы ни была хорошая, замечательная камера, тюремные условия, даже если тебя будут выгуливать в парке 10 на 10 метров или 20 на 20 метров, это не сравнится с тем, чтобы быть на воле. Поэтому какие бы хорошие ни были условия в этом мире для жизни, все равно это схоба человека, это делает из человека раба материи. И когда мы смотрим свое зеркало, какие бы мы там замечательные ни были, может быть молодые, пока еще, может пока еще красивые, все равно это тело является для нашей темницей, и оно будет несовершенно. Какие активы, вы получаете инстантные реакции, и некоторые активы, вы получаете продолжение реакции, как аспирин. Пролонг-лилис аспирин и имминициативно-лилис аспирин, как это. Со некоторые действия, которые будут реакции, с помощью которых будут реакции и в получении определенной реакции. что некоторый человек, который работаетлещем, он не очень плохие, он не хочет act babясь в больницу, и у него с�. Внутри, у него, у него есть фракция, и у него, его чуть-лепет, он там и поглощает воocу, он он, и его kostает в больницу, и он и в больницу. И он думает, что он всегда acting honest, и он в больницу. И этот крик, который делает маркетинг, и selling liquor, и gambling intoxication, и selling ammunition, и он ездит в хорошем Mercedes-Benz машине, и у него есть красивая женщина, и у него есть большая семья. Так что, как я хороший человек, и я в hospital, и он плохой человек, он ездит? Как это возможно? Так что, это объяснение, что это происходит, потому что в вашей жизни реакции, и что он делает в этой жизни, все нонсенсы, это будет в следующей жизни. Потому что, в некоторых действиях, они реакции очень быстро, и в некоторых действиях, как мы знаем, как в Махабарат, он тоже сказал, Дударасhtra, как он был blind. Как он был blind? 7 лет назад, он был blind. Он был взятым, и он был в глаза. Он был в глаза. Драндари, все 100 сон перислили. Потому что за несколько лет назад, он был взятым, и он был взятым, и все его взятым, и все его взяты, и поэтому, все 100 сонси died. Поэтому, есть много примеров, так же, это показано. в том, что он был взятым, и он был взятым. Так же, это реакция, иногда, даже, 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 после. Реакции за свои поступки, мы можем получить, либо сразу, либо по истечении времени. Так происходит всегда. За одни поступки, мы сразу получаем последствия, а другие поступки, могут проявиться в последующих жизнях. Как, например, история с Дритараштой. Дритараштой был слеп от рождения. Почему? Потому что, семь жизней назад, он выколол птички глаза палочкой. А у Гандарви, у нее убили все 100 детей. Почему? Потому что, несколько жизней назад, она убила, растоптала несколько яиц, много яиц курицы. Поэтому, она сама, лишилась своих детей. Мы, мы можем сейчас, хорошо жить, а можем сейчас, плохо жить. Но, это будет результатом, не обязательно того, что мы совершаем в эту жизнь. Это будет результатом того, что мы совершаем в прошлой жизни. И, поэтому, не нужно горевать. Если вдруг у нас что-то ломается, мы попадаем в больницу, а есть очень ужасные люди, которые продают алкоголь, которые занимаются другим рефорным делом. И они вроде здоровы, на хороших мерседесах ездят, и жены у них красивые, и дворцы шикарные. Вместе с тем, кто-то не может быть малышами. Вместе с тём, поэтому, один человек, который был убран. Теперь он был убран. А. а на расследовании deal с Джерином. Калинишко. Калинишко. И тогда, он сотил 200 людей, но он также получил импорезонность. Сейчас, они были в порядке селью. Он говорит, что сколько вы killed? Я killed только один. И как вы killed? Я killed 200. Но они получили импорезонность. Значит, они были равны? Нет. Он уничтожил один человек, и он будет свободен от этого. Но другой человек, он будка ехать 200. Он должен быть до 100 тысяч человек, трения непредсказуемой ли measures, или он может быть уничтож happens 200akt 봤автра. Запреп wr . So whatever action you are doing, if you are doing abortion of the baby in the womb, then because you have killed the baby who has a life, then you will also be aborted by your mother in next lifetime. Every action has equal and opposite reaction. You will have to suffer for it. Whether not in this lifetime, some other lifetime. But suffering will not go anywhere. Например, один человек взял пистолет и застрелил другого человека, попал в тюрьму. И к нему завели другого человека. А тот человек из Калашникова перестрелял 200 человек. Кажется, они сделали совершенно разные вещи. Один убил одного человека, не дал жизнь, а другой лишил жизни 200 людей. Почему они имеют одинаковую камеру сейчас? Почему внешне это выглядит, что они получили несправедливо по заслугам? Этот человек, который убил одного человека, он отстрадает в этой жизни. Возможно, его убьют в этой жизни или в следующей жизни. А того, кто убил 200 человек, он и в этой жизни сидит в камере и его должны убить. И еще в последующих 200 жизнях его непременно убьют при таких же условиях. Если женщина делает аборт, она убивает ребенка, лишает жизни. Она непременно будет сама убита, когда в следующий раз ей повезет. И при стечении многих и многих и многих факторов, она все-таки окажется той счастливой душой, в матке уже будет эмбрионом. Для того, чтобы душа родилась в теле человека, для этого нужно огромное количество благоприятно стекающихся обстоятельств. И если та женщина, которая делает свой аборт, даже когда ей повезет пройти весь круговорот души в природе и победить среди всех остальных джих, которые будут претендовать на это место, ее мать убьет точно так же при аборте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Если вы планируете, в 3-6 месяца вы получите флор. Но как наряль, как наряль, как наряль, она будет 20 лет получать флор. Нряль, это значит, что наряль будет 20 лет получать флор. То есть, в этом случае, как наряль, будет очень долго-режащийся. И потом, они будут давать флор. Добавил субтитры DimaTorzok 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 Он вам напоминает о травме, которая была у вас раньше. Тогда у тебя были много сил, тогда ты просто этого не чувствовал. А сейчас уже сил такой энергии нет, и кровь изменилась. И все эти болячки, они открываются. Это часто можно видеть о том, что к нам приходят реакции в самых разных формах. Вот одна женщина, у нее болела спина. Она ничего не могла, как только не проверялась у врачей, ничего не могли обнаружить. Какими только лекарствами она не пользовалась, у нее спина не проходила. Она все время болела в боку. Когда она, так получилось, что она пошла к человеку, который мог смотреть в прошлой жизни, к агрессиологу, и в прошлой жизни их увидали о том, что она была застрелена в боку, то есть у нее была там пуля. То есть несмотря на то, что грубое тело сменилось, ментальное тело помнит о той боли. Когда он ее спасает, у него была первая, ребята, tracker «систер», И теперь она боится и опутать внутренне, она не может быть поры. Это я даже считаю это многими разными птицами. После одной из пушки, как и остальные птицы происходит. Мы думаем, почему надо ли я переживать своим имплотом? Почему он был в доме вашей семье? На самом деле мы имеемся в отношении с единой члены с прошлой жизни. Fear можно вы обучить неотвестным. для того, чтобы не было, что отношения. Понимаете? Много раз я видел, что один парень находится в семье, и один парень находится в семье. И он не может сидеть, не лежать, не может ходить, он должен быть как ребенок. Он уже 12-11 лет, но мама и папа должны действительно его проводить в состоянии. Это значит, что, даже если мама и папа не чувствуют себя, потому что они любят и любые детей, но они все равно должны быть в состоянии, потому что это не значит, что ребенок. Это значит, что из-за прошлого. Это не связано с этим, это часто до свидания. Например, иногда бывает, что кто-то в семье заболел, или кто-то в семье инвалид, за которым приходится очень много смотреть, много усилий ухаживать. Родился ребенок, недоразвитый, даже после его 12 лет, Вы все равно должны переносить, кормить, убирать, как за маленьким младенцем. Каким образом это происходит? Это значит, что у вас остались долги в прошлой жизни перед этим человеком. И поэтому в этой жизни мы, естественно, оплачиваем эти долги. Продолжение следует... В Бриннаване, он говорит, что он играет играть, играет в киасе и играет в китайском. В последнее время я говорю, что он был трактором, он был трактором, и она была drinkinом. Это дом, это дом, это дом, это дом, это дом, это дом, это дом. У нас все семьи не обманывают. Когда я посмотрю на эту лилу, это очень важно. Это карма. Он ходит по домам, играет. Но у него в семье всё замечательно, кроме сына одного. Один сын, он совершенно как безумный. Он такие страдания причиняет своим домочадцам. Он может взять испражнения и постоянно на пол их намазывать. Он там разбрасывает что-то. Я говорю, постоянно туда, когда прихожу, там такие лилы вижу. То есть это непременно карма с прошлых жизней. А можно вопросы? Мне не безуровно. А как же, еще на вопрос про меня? Сейчас, конечно. Часто дети в наше время, очень много детей инвалидов. Многие дети отражения инвалидов. И очень многие люди, они не могут решить этот вопрос, вылечить ребенка из-за отсутствия средств. Они обращаются в благотворительные организации, или там бизнесменов, или кого-то. Бывает даже в угрожающей форме. Если какой-то благотворительная организация, или какой-то конкретный человек помогает этому человеку, я понимаю, человек должен пока не отработать, если ему ребенок инвалид. Вот. Что происходит в результате этого? Что человеку... Давайте этот вопрос после лекции, потому что на него можно много чего сказать. Ну ладно. А я же... Я попросил ей, чтобы дать время после лекции, это вопрос. Это открой? Класс это закончилось. Продолжение после лекции. Да, они закончились. В этом же вопросе. Если вы будете делать, ここ, вы можете делать киртан. В этом же время, мы можем делать киртан после лекции. Алк. В этом же время, 6.30. Нет. Наши киртаны начнутся как обычно, около 4.30, но нет киртаны. Только бхагаватам, бхагаватам, бхагаватам. И после 6.00 киртаны и все. Доброе утро! Если он по карме должен рассчитаться с этим. Если иногда есть один вопрос, то есть другая вопрос. Если в семье есть один очень сильный ребенок, как карма, но родители, они получают помощь от других ручных людей, илиげмтот от других женщин. Но всем не мальчикам они могут приниматься pelberирая. ДТЫ не давный, они ко мне помогают. И они услышаны по другу. Поэтому если они не платятgreen, то или нетMadonna 來сти деньги. И так именно, что по такой вопрос responsabil compliqué. Если кто-то пjakки-доровит, shall we help them or they have to go, they have to pay their debts, you know? The help actually is two types. One is the spiritual help, one is the medical help. So as far as the medical help is concerned, there are good doctors in India. Because I personally was thinking that someone has polio, like that is disability, cannot walk, or someone has autism, autism is very serious disease, mind disease, you know. And someone has, like, these diseases, these are incurable. I was thinking like that. And many times we think like that. There was actually one devotee, Prem Pradip Prabhu, he is the son of Nishkinchan Maharaj. He came to Bangalore with Nishkinchan Maharaj, that time he was not sanyasi, Brajananunan Prabhu. His foot was such big hole, this side hole. A hole inside the foot? Oh, foot, yes. And in Delhi, doctor told, cut the foot off. The Prem Pradip, he stays with Prem Anand Prabhu. So then Nishkinchan Maharaj was in tears. Oh, help me, help me, my son, if you lose the foot, he is only a 20-year-old boy. So then he had spent one or two lakh rupees in Calcutta and Delhi, and nothing happened. Then he came to South India, and our doctor, one doctor said Krishna. Two thousand rupees he cured his foot. So, and he has cured many persons like that, those who cannot walk and like that. So, Dandi Maharaj and I go to him, and we recommend people to that. So, this is the medical help. Medical help is available. The Kerala doctor is also available, who has brought to Gopinath Bhavan, and he checked many people. So, there is Siddha Yoga, Ayurveda, these have many good cures. So, such persons can be given this, this is very cheap medicine, it doesn't cost much money, and it's very, very cheap. Other one is spiritual help. The other thing is that, the Harina. Because, as actually Maharaj has explained, that this Prarabdha Karma. What is Prarabdha Karma? That you have 10 bags of rice. Out of the 10 bags of rice, 9 bags are lying in the godown. And one bag you have opened, and you are cooking from it, and you are offering to Thakuraj and eating every day. That bag which has been opened is Prarabdha Karma. And the 9 bags which are not opened yet, that is a Prarabdha Karma, which you have to suffer in the future life. But all this Karma can be finished by taking Harinaam and Diksha from a Sadguru, and by doing bhajan very strongly. If you chant many, many rounds every day, then Rupa Goswami is telling that, If you do meditation on Brahma Jyoti, then Prarabdha Karma is not finished. Only future Karma is finished, but present Karma you still have to suffer. But Rupa Goswami is telling that, if you chant Harinaam very nicely, by taking Diksha, and then even Prarabdha Karma is finished. So therefore, the way to get rid of Prarabdha Karma is only one, to chant Harinaam, chant Harinaam, chant Harinaam. This is Rupa Goswami's verdict. Without chanting Harinaam, there will be no permanent cessation of your miseries. Medicines and other things are fine, but the permanent cessation of miseries is by chanting Harinaam. That means that you need to help such a person. So, the quality of a person is to help other people. But there are two types of services. The first is the material, which is the opportunity, which is the opportunity, and the need to help. And the second is the spiritual, which is the spiritual. So, when you have a son of a Raja Nandanda, which is now a bit of a little step, when you have a skeleton of the Raja, Buharajan is a great step. Так получилось, что, несмотря на то, что ему 20 лет, у него развивалась целая дырка в ступен, большая. И врачи в Дели сказали отрезать ногу. Он со своим сыном поехал в Калькутту, в Калькутте и старался 200 тысяч рупий, ничего не помогло. Потом приехал на юг, в Бангалор, там замечательный врач его излечил. То есть помогать нужно. Конечно, помогать нужно. То есть преданный, несомненно, вообще любой человек, если это человек, то у него качество помогать другому. В Айшнаву помогают больше, полезные, не только в материальном, сколько в духовном плане. Потому что, когда ты помогаешь человеку духовно, когда ты помогаешь человеку получить Харинам посвящение, им дикше посвящение, то у того заканчивается пребывание его в этой темнице, сжигается его карма. Так или иначе, даже если человека получает преданную дуленную карму, она идет гораздо меньше, чем бы если он не совершал это преданное служение. То есть это другая история. Махарачи, can I speak about story, like one person, he did bhajana, but he only just cut his feet, and another person found golden feet. Can I speak this story? Махарачи Красноярский рассказывал, был один преданный, который совершал Паджан Кришны, всегда повторял мантры перед Божествами. А его брат, он был небу преданный, он всегда издевался над ним, смеялся над ним, обзывал его. И однажды, когда они пошли в гости, то возвращали, там тому атеистскую брату подарили золото. То есть он так иначе, он нашел кусок золота. А человек, который поклонялся к Кришне, он шел, шел, наступил на гость и сильно подколол ногу. И тут опять принялся его над ним издеваться. Вот посмотри, служишь ты там своему Богу, непонятному, металлическому какому-то. Посмотри на то, что ты имеешь, и то, что я имею. И тогда этот преданный, он почувствовал боль в сердце, но не потому, что он служит Господу, а о том, что его брат не может понять это, не может принять этой ситуации. И тогда он получил ответственность в сердце о том, что тот в прошлой жизни совершил много хороших, добрых дел, помогал другим. И результат его благочестивой кармы закончился на том, что это сейчас получил золото. А этот преданный, который поклонялся Кришне, он в прошлой жизни, то есть тот совершил множество, множество благочестивой деятельности. А в результате получил кусочек золота сейчас. А этот преданный Кришна ему ответил, ты в прошлой жизни убил человека, и тебя сегодня должны были убить. А он просто себе ногу прохвал. То есть если человек совершает преданное служение, а у него непременно карма приходит. Но не в таком виде, как по справедливости. Кришна, вот говорят о справедливости, дурга следит за справедливостью. Но когда человек начинает поклоняться Кришне, он становится в полномочиях Кришны. Кришна очень милостивый. Он и даёт понимание, и в то же самое время даёт это в наиболее щадящей форме. Кришна придёт, но как бы с заботой из определенной. Конечно, это воспитательный урок. Почему я так не услышал? А, да, и про мешок, когда... Actually, I told you, понимаете, когда мы получаем нашу прарабда карму, это как у вас 9 мешков с зёрнами, 9 мешков стоят ещё дома, 8 мешков дома стоят, один мешок вы открыли, и уже берёте оттуда зёрна. То есть, когда человек занимается духовной практикой, то сжигается его прарабда карма, постепенно сжигается. А иначе из этого цикла просто нет другого выхода. Ай-ами, неала прарабда карма, не случайно. Прарабда карма не сейчас. К positioning акцент «Ай-ами», когда дети writing руках, Анатолийский, который был в Санте, Нараян. В то время висундусты был в Ямдуте. В то время висундусты был в Ямдуте, а он был в Ямдуте. Адамин, он не был в touch с Висундустой, но он не был в Белотусстве, но он не был в Санте. Он был в Дисабриарх. Он понял, что это не как его名. Я не был калим Нараян, я был калим Нараян. Он был очень мощный. Вместе с Невчимът, essentially, как и блогlı 들르, так ужеgnя всегда. Вместе с бхайд vain, тогда потом when the pillaron ветры putт, before то все снова ими, вместо insists. Теперь так же она сидит на конец, и всеком самой великолепной起來, и потом медленно всегда говорит, что ignorant. Продолжение следует... 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 И Махарач говорил, что святое имя, оно настолько могущество, оно сжигает нашу прорагу карму. Конечно, для этого нужны факторы. Это получить обязательно это имя от предчистого преданного, в самопродании. Это искреннее исследование. И очень важно, не оскорбление, чтобы у них было оскорбление в прошлом. Вот оскорбление в прошлом, святого имени, куда входит? Это оскорбление вайшнава, гуру. Вот это все не дает раскрыться мощи святого имени. То есть, если даже будете повторять святое имя, то прораб, святое имя не будет сжигать нашу прораба карму. Это будет происходить очень и очень медленно. У Аджамил и Вальмики, они делали какие угодные грехи. Но им не довелось оскорблять и убивать вайшнава. Да, медленно. То есть, для этого нужно очень много святых имен повторять. Если вы кого-то оскорбили, если этот вайшнав присутствует, нужно просить у него прощения. В истории написано, нужно предаться этому вайшнаву, то есть просить прощения. Если этот вайшнав не присутствует, и вообще, каким образом уходит оскорбление вайшнава? Непрестанное, непрерывное повторение святого виния. Один раз повторял имя на районе и умывал субикья. И когда тигра увидел этот брахман, он сказал, что это очень хороший брахман. Я не удачу, поэтому я еду этот брахман. Он читал много хороших качоди, рабли, мальпуа, очень ровный брахман, хороший брахман. И тигр с берега посмотрел на него брахмана и подумал, какой хороший брахман. Он видно, хорошо питается, кругленький, убитанный, а я сегодня еще не завтракал, нужно позавтракать. И тигр уже готовился прыгнуть на брахмана. И тигр уже готовился прыгнуть на брахмана. Один хантер увидел его хантера. Его увидел охотник. So hunter, he shot an arrow at the tiger. And when he shot the arrow, the tiger died. So when the tiger died, because he was hearing the Narayan na, while dying, he went to Waikuntha. So what to speak of chanting Narayan na or Krishna na, even hearing the Narayan na at the time of death, will deliver you? One time there was one Muslim man, he went to the international toilet, means in the forest, to pass soon. And then one wild pig, boar, you know, which has a tusk, two tusks like this, he came running to the Muslim man to kill him. Oh, that Muslim man, he said, oh, pigs, we don't like, we are Muslims, we don't like pigs. Haram, haram, haram means impure, impure, haram, haram, haram. Go away, go away. But then, but the boar, he did not understand the language of the Muslim man, he killed him anyways. So then, when he died, he was chanting Haram, haram. Haram is the Premba Chakshabda, indicating the love of God, and Ram is the name of Bhagavan. So, because he was chanting Haram, haram at the time of death, he was liberated. So, in Narsingha Purana it is told, Damshtri Damshtraha Tomlaccho, haram eti punapunaha, utpapi muktim apnoti, kim punashat dhaya grunan. Oh, this Muslim man, even killer of a cow, chanting Haram, haram was liberated. So, if someone is with love and affection, even chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Hare. With diksha, harinam, brindanparikrama, and not eating meat, fish and eggs, following all regular principles, if someone is chanting, what will he get? No one can imagine. In Narsingha Purana it is said that, if even the Muslim who just repeated Haram, Haram, he got the liberation, then what will he get? What will he get? In Narsingha Purana it is said that, if even the Muslim who just repeated Haram, Haram, he got the liberation, then what will he get? One time Mother Aishoda, she saw Krishna, and Krishna was trying to take the pony of a little boy and trying to catch it to the tail of a calf. So then he wanted to twist the tail of the calf, so that the calf will run away and the boy will also be dragged by him. So Krishna wanted to play like that. But Mother Aishoda, she came there and she caught hold of Krishna. And holding his chin in the hand, she told, oh, Govinda Dāmudara Mahārādi, good boys don't like this. Govinda Dāmudara Mahārādi, don't behave like this. So therefore Vilvangal Thakur says, So Mother Aishoda also chanted this name, Govinda Dāmudara Mahārādi. One time there was one great sage by the name Indra Dīvna. One king, king by the name Indra Dīvna. He was meditating and his eyes were closed and a great sage, Agaste, came to see him. But he did not get up because he was meditating, so Agaste cursed him. You are dull like an elephant, become an elephant. And one time there was one Hūhū Gandharva. He was swimming in the Ganga river in the heaven. And there Dūrvāsa Mūrī also went to swim. So he went underneath the water, he caught foot of Dūrvāsa and trying to pull him. So Dūrvāsa Mūrī cursed him. You like to catch the feet of people, you become a crocodile. So this Hūhū Gandharva became crocodile and Indra Dīvna king became an elephant. But when one time near Trikut mountain, this elephant went to drink water from the lake, this crocodile caught his foot. Now elephant was suffering. He was shouting, help me, help me, crocodile has caught my foot. His wife came, his son came, his uncle came, his brother came, cousin came, nephews came, nieces came. They all trying to make a big chain of elephants and trying to pull him. But no one could pull him out, so everyone left him alone and he was just fighting alone with the crocodile. Crocodile was very strong in the water. But due to the past life sanskara, because Indra Dīvna king had done bhajana, he remembered the holy name of Krishna. He began to loudly shout. When elephant was crying, Govinda Dāmodar Madhav, Narayan could not control himself. O Bhagavan, he was sitting there and he heard, oh, elephant is calling on me out. He is in trouble. He is my great devotee. Bhagavan said, I am running. I am going to sit on the back of the Garuda and I am running. Then the wives said, Bhū-Shakti, Nila-Shakti, Shri-Shakti, Lakshmi, Earth. And everyone said, we want to come with you, we want to come with you. Bhagavan said, I am not going for shopping. I am going to save my devotee. You stay here, I am going. Bhagavan said, I am going to save my devotee. Then one commander-in-chief of the Vaikuntha, Vishvak Sen, he told, oh Lord, catch my hand and you can climb on the back of Garuda because Garuda is too high. Bhagavan said, today I will get a gold medal in high jump. And instead of catching the hand of Vishvak Sen, he jumped on his own. Bhagavan said, my husband and his wife... Bhagavan said, I will fly like a snake. Then a servant came and he said, oh Lord, you have the very nice, Би-жевел sandals, made of diamonds and gold. Where are these sandals? Бхагаван said, Today I am too much hurry. I will go naked foot, bare foot I will go. И подошел слуга и сказал, О Господь, сюда такие прекрасные, драгоценные sandals, украшенные всевозможными каменьями. Пожалуйста, оден их. На что Бхагаван ответил, Сегодня я слишком тороплюсь. Пожалуй, я отправлюсь в басын. So, then, one servant came and told, Lord, the back of the Garud, maybe feathers will, you know, pierce you, pinch you in the back. So, why not put some nice silk чадар on the top? Then, Lord said, Today no need of any chadar. I am going quickly, because I am in a hurry. But Garud was going quickly. But Garud felt that he was sitting on top of another Garud, and another Garud is taking him even faster. Then, the Lord came there, he took out the Sudarshen Chakra, and he first did the dental surgery on the crocodile, cut off all his teeth, because Lord thought, if I don't cut off his teeth, then there will be some pain to the foot of the elephant. Then, he cut off the neck of the crocodile, and saved the elephant. Elephant, he went to Vaikuntha, because he saw Bhagavan, but the crocodile did not go to Vaikuntha. Crocodile only went to the heaven, because crocodile never did any sadhan bhajan, while elephant had done sadhan bhajan in the past life. So, unless you go to sadhan bhajan, you cannot go to back home, back to Godhead. So, one time Draupadi, she was inside, and her Kauravas and Pandavas, they were gambling, and Pandavas lost, Kauravas won. So, that time, Duryodhana told, bring Draupadi outside. So, hearing the words, one servant came inside, and he said, you have been called outside, Draupadi became very scared, why they are calling me outside, and she began to tremble, and she began to chant, Govinda Dramo Dramadharam. So, that time, Draupadi began to chant, Дурва-рвакьям паригруйя-кришнам-мруги-вабхи-тату-катам-катам-чит-сабхам-правишта-манаса-жваха-гоvinda-дамо-дарама-давети. Дропади, когда she entered the assembly of Kauravas and Pandavas, she was trembling like a deer, like a doe, like a female deer, and she was chanting, «Говинда-дама-дарама-давети». So, then Duryod Dushasana came and began to pull her sari. Дропади, she could not protect herself. So, that time, Дропади didn't know what to do, how to protect herself. So, she began to chant, raised her hands and began to chant, «Говинда-дама-дарама-давети». अग्रे कुरुनामत पांडवानं दुशासनेना वृतवस्त्रकेशा कृष्नात दाक्रोषत अनन्यनाथा गोविंददामो दरमा-धवेती गोविंदा-दामो दरमा-धवेती गोविंदा-दामो दरमा-धवेती गोविंदा-दामो दरमा-धवेती गोविंदा-दामो दरमा-धवेती So, in this way, Draupadi was chanting, «Говинदा-दामो दरमा-धवेती». Krishna came there, gave her unlimited sari and protected her. गोविंदा-दामो दरमा-धवेती One time Radharani was in Barsana and one parrot came and sat on her hand. Radharani saw a very wonderful parrot. She took some pomegranate seeds and gave it to the parrot and made the parrot chant, «Говинदा-दामो दरमा-धवेती». One time Radharani was in Barsana, and he came to the parrot. He came to the parrot. Radharani thought, what a good parrot. He took the parrot and began to feed the parrot. He taught him to repeat the parrot. Kachit karam boja pute nishan nam kridashukam kem shakaraktadundam adhyapayama saswaro ruhakshi govindadamo dharamadaveti. So this is the Mahamantra which is chanted by Radharani. Govindadamo dharamadaveti. This is the Mahamantra which is chanted by Radharani. Govindadamo dharamadaveti. So one time Akrur came, and he went to Nandagam, and he told Nandamaharaj that, you know, Krishna and Balram, their father, Vasudeva and Devaki, they are in the prison. And Kamsa comes, shows them a sword, and says, I will chop off your head. We want Krishna and Balram. We want that Krishna and Balram should come and kill Kamsa. We want to take Krishna and Balram to Mathura. One time Akrur said, we want that Krishna and Balram came to Mathura. Because Vasudeva Devaki is in the prison. Kamsa is afraid to remove his head from his legs. And we all want that Krishna and Balram should save them. So we want to take them to Mathura. Then next day morning, Krishna sat on the chariot, Balram sat on the chariot. And they were going, and the chariot was going. All the gopis, they were weeping. Some gopis were falling on the road. Some gopis, they were praying to Balram. Please tell your younger brother not to leave Vrindavan. And they were praying to Akrur. And they were telling, please don't leave Vrindavan. Govindadamo dharamadaveti. And when the next morning Krishna and Balram sat on the chariot, they asked them to leave Vrindavan. Some have fallen. And some lie to him. Some were walked with the road. Some said, please tell your younger brother, and tell them to leave Vrindavan that he was watching. Govindadamo dharamadaveti. Гопи 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 оставили всю свою женскую стыдливость и они уроку повторяли и цинину на Говиндадаму дармадавети. Это mantra to be chanted in meeting with Krishna и also in separation. Гопи оставили всю свою женскую стыдливость и они уроку повторяли и цинину на Говиндадаму дармадавети. Это та мантра, которую нужно повторять как при встрече с Кришной, так и в разлуке с Ними. Однажды Мама Яшода увидела, что Кришна разбил горшок с йогуртом, она очень разозлилась на Него, взяла беременность. Кришна, He began to weep and began to cry out, Говиндадаму дармадавети. Кришна начал плакать, потирая Себе глаза кулачками и громко повторять Своё собственное имя. Говиндадамагая благовейти. Говиндадамагая благовейти. Поэтому Биламангал Дхагур говорит, что иногда счастье, иногда удовольствие, иногда может возникнуть, но иногда может возникнуть. Но не может, о, мой дорогой, always chant Govinda-dhamo-dharma-dhamиди. Whether you are happy, whether you are distressed, whether you are going to die, chant Govinda-dhamo-dharma-dhamиди. Биламангал Дхагур говорит, что «Кваме-вая-че-мамаде-хи-живе-самагате-данд-дхаре-кртанте-вакт-ваме-tam-madурам-subхакт-ya-govinda-dhamo-dharma-dhamиди». «Кваме-вая-че-мамаде-хи-живе-самагате-данд-дхаре-кртанте-vakт-ваме-tam-madурам-subхакт-ya-govinda-dhamo-dharma-dhamиди». When yamaraj will come with sticks in the hand, or yamadutas will come, and they say, «We want to take you to hell, that time of my tongue, don't be afraid of yamadutas, and just chant Govinda-dhamo-dharma-dhamиди». So therefore, one time in Delhi, one woman was wearing a diamond necklace and a golden necklace. And when she went to the train station, one thief came, and he snatched her necklace, and then he ran away on the motorcycle. After half an hour, that thief came, and he gave the slap to the woman and said, «Why are you wearing the fake necklace, fake diamonds and fake gold? You should wear the original gold and original diamonds». Одна женщина носила на шее роскошное жрелье с бриллиантами и золото, и такие же кольца и браслеты. И вот подъехал на мотоцикле вор, и прямо средь бела дня сорвал с нее все эти драгоценности и умчался на своем мотоцикле. Через полчаса он нашел ее, подъехал к ней, ударил ее по лицу и обвинил. «Ты почему носишь фальшивые драгоценности? Ты должна носить настоящие». So, if you wear a necklace, we have a problem, golden necklace. So don't worry, you make wonderful, take holy names of Krishna, and make a wonderful garland and put around your neck. Шри Канта-Кришна-Каруна-Мая-Канья-Нава-Каиваля-Валва-Макунда-Муранта-Кети- нама-балим-вимала-Mauti-Kahara-Lakшми-лаван-ne-ван-chan-kari-karава-ni-kante. «Take the sixteen names of Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare». «You should always have around your neck this garland of sixteen diamonds». So, this garland no one can steal, this necklace no one can steal. Always try to chant the Harinam, always with love and affection. One time Madhavendra Puri was in Vrindavan, and he saw a very wonderful mango tree, and the mango tree was whipping, the mango tree was singing, and mango tree was dancing. He said, «How fortunate this mango tree! This mango tree is singing Harinam, he is whipping in separation of Krishna, he is dancing in ecstasy of Kirtan, but I am not able to chant Harinam. And this mango tree is superior to me». Madhavendra Puri. «Отнажды, Madhavendra Puri увидел невероятное чудо. Манго, дерево-манго, плакала, танцевала, содрогалась в экстазе, и он подумал, насколько это дерево возвышеннее, чем я, оно может проявлять такие замечательные признаки экстазы, а я на этом не способен». «Отнажды, о, крша́на, о, крша́на, в your separation, в риндаван mango tree is singing. Actually, it is not the singing of the mango tree, the bumble bees are humming, о, но Мадхавendra Puri is thinking that bumble bees who are humming are the singing of the mango tree». Мадхарандра Курина говорит, О, Кришна, в ориндаване даже деревья плачут по Тебе. Дерево-манго плачет в разлуке с Тобой. На самом деле это же уже лишь шмели, но Мадхарандра Курина не видел шмели. Он думал, что это плачет дерево-манго. Actually, then he started mango trees whipping, because there is so much honey is coming from the manjaris, or the birds of the mango tree. So he's thinking that is the whipping of the mango tree. И то, что он принял за слезы мангового дерева, на самом деле это был мед, который течет из бутонов его соцветия. So in this way, one time Chaitanya Mahaprabhu was weeping. He was a little Nimai, baby Nimai, two, three-year-old boy. He was weeping. Однажды маленький Nimai, когда он был всего два-три года отряду, плакал. Because Nimai was born on the full moon day, full moon night, and at that time there was a lunar eclipse. Lunar eclipse is considered inauspicious, because actually at that time three planets, Earth, Moon and the Sun come very close, there may be collision and everything will be destroyed. So that this doesn't happen, this collagen doesn't take place, people chant Harinam, they bathe in the Ganga, give charity. So that time, oh, because people are scared of eclipse, they were chanting Harinam, Haribol, Haribol, Hare Krishna, Hare Krishna, and bathe in the Ganga. Поэтому той ночью люди, испуганные этим moonным затмением, тоже умывались из Ганги, повторяя Haribol, Hare Krishna, Haribol, Hare Krishna. Chaitanya Mahaprabhu appeared when Harinam Sankirtan was going on, showing that he will preach Harinam to everyone. When Mahaprabhu one day was weeping too much, Mother Shachi didn't know how to pacify him. She told her servant Ishan Thakur, go and pacify Nimai. He gave sweets, toys, Nimai was not pacified. Then maybe Ishan said, maybe he is affected by ghost, so take him to nearby Sadhu. Then Sadhu, he chanted mantras and then take the tail of the cow and hit on the head of the Nimai to remove the ghost. But still Nimai was crying loudly and nothing could pacify him. One day маленький Nimai громко плакал and Mama Shachi никак не могла его успокоить. Она велелась на его услуге и Шинутакуру пойти успокой малыша. И тот пытался давать ему сладости, игрушки, но ничто не могло успокоить. Тогда он подумал, наверное, это призрак. Он отвел его в ближайший дом, к Саду, чтобы тот прочитал благоприятные мантры. И Саду произнес все мантры над головой маленького Nimai и помахал его головой король в хвост чтобы прогнать этого привидения из него. Но ничто не помогало. Nimai также плакал громко. So that time, wife of Srivast Pandita Malini, Sita Thakurani, wife of Adhoid Acharya and other elderly women that maybe we chant Harinam, then I have seen that he sometimes stops weeping. So let's chant Harinam. So all began to clap and began to chant Hare Krishna Mantra. So then they began to clap and chant Hare Krishna and Nimai immediately stopped weeping. The only way to stop makes Nimai stop weeping is to chant Hare Krishna. So when Nimai later on took Sannyas, he wanted to go to Brindavan. While he was going to Brindavan, he came to one forest, Jharkhanda forest in near Bihar. Oh, there he saw there was a servant with him, Balabhadra Vattacharja. And then so many deer and elephants also came. Balabhadra Vattacharja was very scared. He was hiding behind a tree. But Nimai was not afraid. Then Nimai, then Chaitanya Mahaprabhu, he took some water, from the river from the river and Ganga and he threw on the elephants. Elephants become ecstatic. They stood on their hind legs and they began to chant Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare 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 Ram, Hare Ram Ram, Hare Hare Hare. And then tigers came. Balabhadra Vattacharja was even more scared. He was hiding behind a tree. But Mahaprabhu took some water and sprinkled on the tigers and also on the deer. The deer and tigers, they forgot their animosity and they were embracing each other, kissing each other and chanting Haribod, Haribod. He was hiding behind a tree. He was more scared. But Mahaprabhu He was hiding under water and sprinkled elephants and tigers. And then the enemies again remembered, they began to kiss each other and kiss each other and repeat Haribod, Haribod. The feeling of the Если бы Махапрабху не пришел, никто не открыл бы нам славу Радхакунда и святого имени, Харе Кришна, Мава Мантра. Поэтому Махапрабху сказал, что ни время сидеть, или dealers, или�еть, или снять, как гопить, или чурный, ни время, что вы можете чать Харе Кришна или Говиндадамодарма. Это самая проста, которая санатана дарма. Нагапрабху сказал, что в любое время, в любом месте, лежа, стоя, на прогулке, как угодно, но мы должны повторять святые имена Магамантру и Говинга Даманарму Довейди. И это и есть Санатана Дхарми, вечная, великая душа и ее обязанность. Санатана Дхарми, вечная, великая, 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 великая. Санатана Дхарми, вечная, великая, 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 великая Харе Рамо, Харе Рамо, Рама Рамо, Харе 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 Рамо, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я даже очень-то его поймаю. Ладно, Архиманя, ведь смотри, не идет, не теришь, что там со своими друзьями есть наше масло. Маня, я все понял. Я спрячусь и всех-всех выслежу. Хорошо. Хорошо. Мне нравится, мне этот колокольчик. Жень! Жень! Жень-жень! Ну ладно, делаем неимением лучшего. Сейчас пойдем в кодрич, и ты будешь охранять мои слепки, святом, йогурт и маслом. Пойдем, ты будешь моим сторожем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так-так, дорогая тетушка Шофер, сейчас мы посмотрим, какие у вас тут сливки, йогурт, масло. Джинь? Кто это тут? Это я, Колокольчик. Колокольчик? А ты что тут делаешь? Я охраняю чудесные сливки, йогурт и масло. Тетушки, дать и вы. Колокольчик, а ты знаешь, кто я? Да. Ты сын Матушки Ешоды, Кришна. А еще ты Верховная Личность Бога. Правильно. И поэтому, Колокольчик, я тебе приказываю не звонить, когда я буду вкушать. Договорились? Дзинь-дзинь-дзинь. Дзинь-дзинь. Колокольчик. Дзинь-дзинь. Ну хорошо. Тетушка Джатила, а вы знаете, у вас там молоко на кухне убежало. Знаю, знаю, я все знаю. Теперь здесь в Риндаву узнают, кто ворует масло у порядочных людей. Все, идем к матушке Ишонине. У вас самую лучшую во Риндауне сливки, йогурт и масло. Да, были, пока ты их не сделал. Это что, это же пальцем нитрозом. А вообще как-то где что? А это не масло, это питательный крем-масло. Ой, сейчас они откроют. Я веду к матушке Ишоне. Нет, 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 только не к матушке Ишоне. Только не к матушке Ишоне. Почему это? Сейчас мы ведем к матушке Ишоне. Вся деревня пусть знает, кто ворует масло. Только не к матушке Ишоне. К матушке, матушке. Я поймала Кришну. Он воровал у меня масло. Ишоне. Может быть тебе показалось? Нет, 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 не показалось. Вы так просто меня не проведете. Посмотри, это же твой сын, Ахимай. Ахимайю? А ты как здесь очутился? Как ты подчтился? Мы же пришли в гости, бабушки Ишоне. Мама, вы же не какая-то странная. Харе Кришна, 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 Харе Кри Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все хорошо сыграли Субтитры создавал DimaTorzok Все хорошо сыграли Субтитры создавал DimaTorzok Все хорошо сыграли 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует...